Президент Касымжемар Токаев на этой неделе раскритиковал столичный Акимат. Глава государства перечислил целый ряд проблем, начиная от системных, снижения объемов инвестиций, падения темпов жилого строительства до точечных, нехватка парковок и спортивных площадок. В целом, по словам Токаева, цитирую, нет такого ощущения, что за городом внимательно следят, за городом ухаживают. Вот нет такого ощущения. Нет хозяина. Конец цитаты. Президент признал, что многие проблемы достались Акимату по наследству, но спрашивать за их решение глава государства намерен очень строго. Это проект «Особое мнение». Я Каиржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, сегодня у меня в студии руководитель городского центра «Айкомех-109» Жанна Дубирова. Приветствую вас. Здравствуйте. На этой неделе президент очень много всего, так сказать, обсудил с Акиматом, что происходит в столице. Вот конкретно в вашу службу чаще всего горожане все-таки с какими вопросами обращаются? На первом месте у нас находится общественный транспорт. То есть вопросы общественного транспорта занимают 239 тысяч обращений из 1,2 млн. Это вот вопросы общественного транспорта. На втором месте у нас вопросы здравоохранения, но по большей части там 97% все-таки консультации. Остальные уже жалобы идут. Далее у нас идут вопросы электроснабжения, то есть часто отключения, планов отключения. Люди об этом говорят, люди об этом пишут. Далее у нас идут вопросы водоснабжения. Последняя неделя, которую вы, наверное, слышали. Как раз-таки несколько резонансных тем было по этому вопросу. Поговорим мы и об этом тоже. Я понимаю. И вот смотрите. Когда готовился к программе, поднял данные за прошлый год, опять же, вашей службы Айкомех-109. И, так сказать, в заголовке. Рейтинг проблем города. Собственно, маленькая табличка. И здесь, собственно, в первой строчке опять-таки стоит общественный транспорт. Получается, что, ну, так сказать, проблема не новая. И жители, и гости столицы не первый год говорят о том, что с общественным транспортом что-то не то. Что именно не устраивает? Характер обращений множество. То есть один из них – это, конечно же, промежутки между хождениями маршрутов. То есть недостаток маршрутных линий. А далее часто изменения маршрутов. Система оплаты была очень актуальна в прошлом году, когда в июле запускали как раз-таки электронную систему оплаты проезда. В этом году уже эти вопросы уходят на уголь, потому что Астана ВРТ внедрила несколько разных способов. То есть помимо карточек, которые вызвали много нареканий, сейчас уже можно через QR-код оплатить, можно через мобильное приложение, можно через виза-карту. То есть уже с банковской системой у них есть интеграция. Это уже позволило снизить количество жалоб. Однако остаются жалобы как раз-таки на нехватку автобусных маршрутов, остаются жалобы на санитарное состояние автобусов и на высадку, посадку пассажиров. То есть где-то резко дернулось, где-то… То есть такого характера еще обращения остаются. На втором месте, насколько я понимаю, все, что можно назвать таким сферой ЖКХ, да, наверное. А вот в этой сфере чаще всего что вызывает недовольство? Качество работы этих организаций – это все-таки частный бизнес, и их очень много. То есть нету стандартов определенных, по которым должен работать то же самое КСК или управляющая компания, или лифтовая компания. Соответственно, отсюда и разнобой идет, да, то есть ожидания жителей одни, сервис другой. Причем сложность еще заключается в том, что это кондоминиум. То есть жители должны собираться и принимать самостоятельные решения. У нас граждане в этом отношении очень пассивные, то есть большинство не ходят даже на собрания. Отсюда и не принятие решения КСК. Но вам же звонят. Соответственно, да. И здесь как раз-таки мы по большей части понимаем, что есть некомпетентность с точки зрения закона. То есть люди не знают своих прав и не знают, что они могут поменять КСК в любой момент. То есть они обращаются к нам за помощью, чтобы мы поменяли КСК. Но на самом деле, согласно закону жилищных отношений, именно жильцы должны отвечать за свое собственное, за свое имущество. И с помощью собрания жильцов принимать решения о найме либо отказе от КСК. Поэтому в данном случае мы их консультируем. И зачастую мне напрямую даже за такие вопросы. То есть это просто незнание своих прав и закона. Поэтому жители могут в любой момент сами инициировать распуск КСК и найм другого КСК. А если попытаться хотя бы условно, грубо разделить жалобы в отношении именно КСК, откуда чаще всего поступают жалобы? Я имею в виду, с правого берега или с левого? В конце концов, на левом берегу все-таки больше новостройки, дома новее. И вроде как жалоб, по идее, должно быть меньше. Так и есть? Теористически да. Но на самом деле в Ясильском районе у нас больше всего жалоб на работу КСК. Во-первых, их много. Но за период нашей работы даже это количество сократилось. То есть мы начали с 605. То есть мы же работаем со всеми КСК. И сейчас уже 488. Они начали укрупняться, объединяться. И там даже, где мы выстроили такую дисциплину, работу с каждой управляющей компанией, с каждой КСК, даже если они не берут трубку от жителя, игнорируют, и житель может позвонить нам, и мы дозваниваемся до КСК. То есть у нас с ними очень прямые и теплые отношения напрямую. Теплые в кавычках? Да. То есть такие регламентные вещи мы сделали с ассоциацией КСК и самими КСК. Одну минутку, позвольте вас дополнить. Говоря о жилищной политике, президент повторил часть своих тезисов, которые прозвучали во время послания народу Казахстана. В частности, речь шла о перенаселенности столицы и крупных городов. Тогда Касымжимарт Токаев сказал, цитирую, «Большое количество населения городов республиканского значения – это уже не предмет гордости, а основание для обеспокоенности с точки зрения полного обеспечения социально-экономических подребностей жителей». Конец цитаты. Когда Айкумек только создавался, у меня было, во всяком случае, лично у меня, создавалось впечатление, что это какая-то консультационная служба. Отношение людей изменилось к вашей службе? Конечно, отношение было в самом начале с недоверием. Относились у нас очень было много хейтеров. Мы вышли в социальные сети впервые от Акимата. Системно начали принимать обращения через социальные сети. То есть Facebook, Instagram мы начали мониторить сразу же с января 2018 года, как только создались. И нужно сказать, что за весь год 2018 мы приняли 25 тысяч обращений только через социальные сети. Это огромный поток обращений, которые раньше нигде не мониторивались именно системно. Никто не принимал их системно. Аким города пытался отвечать на эти обращения, комментировать, принимать работу. Но это невозможно одному человеку, который еще отвечает за все управление городом, системно как-то фильтровать, классифицировать и контролировать. Он должен просто перестать управлять городом и сесть с гаджетом и отвечать просто на это. Поэтому мы такая служба, которая начали именно социальные сети мониторить. Причем этот опыт мы взяли из других стран. В Южной Корее очень активно жители пользуются Twitter для того, чтобы общаться с своим сетиконсул. Поэтому мы берем такие фишечки и имплементируем у нас в городе Нур-Султан. Помимо этого мы взяли опыт, например, США, где существует служба 911, 311. 911 – это известная служба экстренного реагирования, где именно в жизни человека под углезом можно звонить туда о краже, грабежи и так далее. А 911 – это все, что не экстренное. То есть все, что вы не знаете, вы можете позвонить сюда. Там 4 тысячи вопросов они обслуживают. В Нью-Йорке эта служба обслуживается на 25 языках вообще. То есть достаточно такая крупная служба. И мы сделали аналог 311 – это 109. Почему оперативное реагирование на звание нашего центра звучит? Потому что мы сейчас создаем 112. Это как раз таки аналог 911. То есть мы берем в основу концепцию как раз таки американскую, когда жителям нужно знать только два номера дозвона и не нужно больше заморачиваться, не нужно искать какие-то другие номера и так далее. Достаточно позвонить, либо 109, если это не экстренное реагирование, консультация, любой вопрос. И если это жизнь человека под угрозой, то 112. То есть неважно, скорая, пожарная, полиция, все один номер. Сейчас мы запустили с апреля месяца пилот 112. Мы его не афишируем. Мы выстраивали процесс, отцифровывали все это по аналогии со 109. И с апреля месяца, 19 апреля, мы приняли 111 тысяч звонков экстренного характера. Причем можно сказать, что 81% этих всех звонков – это ошибочные ложные звонки. То есть когда дети балуются, когда случайный набор. То есть вот 81% – это просто ошибки. То есть или залипание телефона. А остальные 12% – это уже не экстренные звонки. То есть их сразу же операторы наши перенаправляют на 109, их там уже консультируют. А всего 7% – это уже конкретно экстренные случаи, когда мы подключали пожарную, скорую. И плюс большой 112 заключается в том, что координация легче. То есть мы даже в 109 эту координацию выстроили. Какой-то пожар, у нас все службы ЖКХ под рукой. Мы сразу координируем, нужно дополнительный подвоз воды. Мы смотрим, какие есть машины сейчас на линии, у кого есть горячая вода, если это зимой, если холодная вода. То есть мы быстро оперативно отправляем. Например, был случай с пожаром в Хайвилле, центропродажской РЕО. Тогда мы помогли ДЧС, координировали, несколько машин было отправлено. И пожар потушили до часу ночи. То есть он примерно с 9 начался, а в час потушили. То есть это благодаря тому, что координация произошла именно на уровне 109 нашего центра. А сейчас мы еще, если внедрием 112, то будет еще оперативнее, еще качественнее. Плюс психологическая поддержка будет. То есть полноценный профессиональный контакт центра будет выстроен в городе Нур-Сутан. Глава государства довольно-таки высоко оценил вашу работу и сказал о том, что необходимо, так сказать, уже ваш опыт, на самом деле, распространять по Казахстану и внедрять его в других городах. Можете откровенно похвастаться? Действительно, глава государства посещала нас в этом году, в мае месяце. Ему очень понравился уровень цифровизации, наш опыт и практика. И то, что мы стали лучшими в СНГ. В СНГ на самом деле проводится конкурс ежегодно с 2004 года, где участвуют в основном крупные компании, бизнес-структуры, то есть это Ростелеком, Сбербанк и так далее. И вот наш контакт-центр, который существует всего тогда, когда существовал год, признали лучшим из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания населения. И мы получили награду «Хрустальная гарнитура». Это как Оскар в индустрии контакт-центров на самом деле. И это достаточно весомый такой вклад в наш престиж Казахстана. Мы лучшие в СНГ и единственные в СНГ с таким проектом. И глава государства, конечно же, это заметил и рекомендовал, поручил всем регионам перенимать наш опыт. За этот период, с мая месяца, мы активно поработали с холдингом ЗЕРДЕ, с Министерством цифровизации. Внесли в стандарт Smart City именно раздел проект создания единого контакт-центра 109. Сейчас этот стандарт, как он должен методологически развиваться, из чего состоять, распространяется на все регионы. И регионы уже начинают у себя внедрять. За этот период также мы приняли более 60 делегаций, именно демонстрирующих нашу работу и обучающих. Мы проводили несколько обучающих семинаров для представителей местных исполнительных органов. То есть, как должны работать операторы, как нужно использовать базу знаний. Это микс методологии, которую мы внедрили. И некоторые регионы уже у себя запускают. То есть, каждый у себя будет, скажем так, отвечать за результаты этой работы. Это не ваши филиалы, это отдельные организации. Мы показали пилот в Казахстане, чтобы показать, что лучшие практики действительно в Казахстане приживаются. А менталитет наш на это никак не влияет. То есть, любят зачастую говорить, у нас это никогда не заработает, мы не американцы, у нас другой опыт, у нас другой менталитет. На самом деле, это все работает. То есть, нужна настойчивость, нужна вера в идею и показать результат. Поэтому, на сегодняшний день уже запустили в Уральске, в Кустанае, в Таразе. И вот к нам недавно приезжала Карагандинская область. Они обучали своих операторов, смотрели, как именно нужно работать. Я надеюсь, что скоро они также запустят свой проект. Мы сейчас работаем над блоком безопасности. Помимо 112, мы еще создаем городскую систему видеонаблюдения, куда уже интегрировали 13 тысяч камер. А разве раньше ее не было? Они были все разрозненные. То есть, если посмотреть, у полиции свои камеры, у Акимата свои камеры, у каждой поликлиники, школы, детского сада свои камеры. Причем, нигде нет нормальных айтишников. Это обслуживание все идет на аутсорсе. И контролировать качество директору школы, например, очень сложно. То же самое мы сейчас интегрировали, получается, с общественных пространств, с ТРЦ. Есть несколько подъездных камер, около 2900. То есть, мы продолжаем наращивать этот объем. Для чего это нужно? Вся эта платформа интеграционная, она предоставляется в первую очередь спецслужбам. То есть, полиции, мы упростили значительно доступ к видеоматериалам. Отсюда раскрываемость. Плюс, мы в оперативном режиме мониторим все эти камеры. И в случае различных ситуаций правоохранительных... Если вы видите нападение, попытку нападения. Да, то есть, попытку нападения, либо нужно отследить машину. То есть, все камеры Сергея также интегрированы. Мы это предоставляем именно полиции. То есть, полиция это может делать очень оперативно, благодаря тому, что мы всю техническую базу им сделали сейчас. Давайте продолжим обсуждение тех вопросов, которые глава государства на этой неделе все-таки поставил. На этой неделе буквально тоже видел несколько сообщений в тех же самых социальных сетях, когда люди друг друга фотографировали и пересылали то ванны, наполненные водой странного цвета, то просто свои сообщения о том, что странный запах у воды, странный вкус и так далее. Да, действительно, было. Последние две недели эти обращения поступали в социальных сетях, также распространялись. 278 обращений поступило по питьевой воде, в том числе через коу-центр. Это достаточно много. Это достаточно много, да, за короткий период. И нужно сказать, что здесь мы поработали с Астасу Арнасе, то есть у них степени очистки несколько, то есть они проходят несколько степеней очистки вода, далее еще ежедневно мониторится их экспертной лабораторией. И сейчас все эти обращения находятся в департаменте контроля и качества и безопасности товаров и услуг, которые рассматривают каждое обращение и отрабатываются с лаборатории Астасу Арнасе. Пока у нас окончательного решения по этому вопросу нет. Но получается, что если эта лаборатория какое-то отклонение найдет или какие-то лишние примеси и так далее, то они обязательно вас известят? Однозначно. У нас это все на контроле и ничего не снимается. А если вы об этом узнали, то, соответственно, вы потом эту информацию передадите тому человеку, который обращался? Да, заявителю. Причем по тому каналу связи, по которому он обращался. То есть если я позвонил, то? Вам перезвонят. Если же вы написали через WhatsApp, вам пришлют сообщение в WhatsApp. Если вы через Telegram, соответственно, через Telegram на сайте Акимата, на сайте Акимата. У нас множество средств подачи обращения, и все они автоматизированы. Замечательно. А вот такой вопрос, который, ну, так сказать, с одной стороны, вроде бы, так сказать, не очень серьезный, но с другой стороны, ну, буквально не дает спать по ночам. Я имею в виду комаров. 2000 действительно обращений поступило. В основном это в летний период, весенний-летний период. А районы Акимата отрабатывают их. Вот это сезонный такой, как бы, вид вопроса, который мы тоже мониторим и, соответственно, перенаправляем в район Акимата. Еще один из вопросов. Город рассчитан именно на автомобилистов, а пешеходам приходится, ну, чуть ли не перебегать дорогу и так далее. То есть на это тоже жалуются? Да, действительно, к нам обращаются по этим вопросам также. По дорожной инфраструктуре это топ-5 вопросов также. И 888 обращений с начала года поступили именно по пешеходной инфраструктуре. Здесь нужно понимать, что есть такие обращения, которые можно быстро решить. Например, нарисовать зебру, сделать разметку. А такие, где нужны новые пешеходные дорожки, это требуется уже финансирование, планирование. То есть там целый цикл бюджетный, поэтому быстро такие обращения решать нельзя. Но, то есть в регламентный срок. Мы же выделяем каждый раз регламентный срок для обращений. Но мы что сделаем? Мы в системе отмечаем, что предоставляем жителю ответ, что, возможно, финансирование будет на следующий год. И переносим это обращение в статус ожидания с определенным сроком. То есть, какой указал исполнитель. И эти все обращения, они не снимаются с контроля, они продолжают оставаться быть в системе. И когда подходит срок уже за месяц до исполнения, который указал изначально, мы начинаем их уже активизировать и показывать руководству в том числе. Помимо этого, данными ICOMEC активно пользуются все управления для того, чтобы защищать свои бюджетные программы. Даже так? Да. То есть, управление бюджетного планирования, они как раз-таки тоже используют, сверяют. То есть, если нам подали, например, большое количество новых дорог, новых улиц, то здесь уже идет анализ и принятие решений именно в Акимате для того, чтобы все-таки какие поддержать, какие реализовать в 2020 году, в 2021 году и так далее. То есть, получается, это что-то среднее между стат-данными и социологическими исследованиями? То есть, уже социологические исследования не нужно делать, потому что это вся обратная связь, она уже есть у нас в системе. Хорошо. Но я вот думаю, что многих людей, кроме того, чтобы привести в порядок дороги, еще и волнует вопрос, как привести в порядок собственные дворы и прилегающие территории, где они живут рядом с домами и так далее, чтобы детям было где играть, чтобы взрослым было где заняться физкультурой и так далее. Или нет? Да, действительно, эти вопросы тоже возникают. Они относятся к категории благоустройства дворовых территорий. Есть специальные программы по обогораживанию дворовых территорий. Обращения мы также принимаем. Не все из них тоже поддерживаются сразу же в тот же год, как и получили заявку, но они также копятся. То есть, принцип тот же самый. Мы ставим в ожидании, если нет бюджета на реализацию, и это обращение не снимается до момента, пока не будет выделен бюджет. И как раз-таки на основании этих данных, именно обратной связи от граждан, является обоснованием для управления бюджетного планирования в выделении этих средств. А вообще, если честно, когда человеку приходит такой ответ, что, дескать, на данный момент, пока денег у государства на все это нет, ну, давайте подождем. Чаще всего, как люди реагируют? Честно говоря, конечно же, есть негатив в этом отношении, потому что складывается впечатление, что это отписка. Но нужно понимать, это просто бюджетный цикл, целая процедура. Невозможно перешагнуть через бюджетный кодекс и платить за все, несмотря на процедуру внутреннюю. Но таких обращений у нас немного, на самом деле. Всего около 1,2% всех обращений именно такого характера, который требует длительного бюджетного цикла. Остальные все 99% можно отработать в рабочем порядке, из которых 7,8% это консультации. Хорошо, вот по этому поводу я кое-что добавлю. Что касается безопасности в столице, то президент отметил недостаточное использование системы наблюдения Сергек. Акцент был сделан только на взимание штрафов с водителей. А задача и Акимата, и всего правительства – это оцифровать весь город, сказал Касымжимар Токаев. Кроме того, глава государства напомнил о росте наркопреступлений на 7%, дорожно-транспортных происшествий на 15,5%, угонов на 20%. С одной стороны, мы можем говорить, предположим, о транспорте, о сфере ЖКХ. С другой – о комарах, о странном вкусе воды и так далее. То есть, можно сказать, что общий объем проблем условно делится на категории, предположим, частные вопросы и системные вопросы. И если оно примерно хотя бы так делится, то можно как-то хотя бы грубо обозначить, какова доля частных вопросов, а какова доля системных вопросов. Я имею в виду, что все-таки что больше жителей столицы беспокоит, на ваш взгляд? Все-таки у нас делится на два направления все обращения. То есть, это консультации, это как бы разовые. То есть, человек позвонил, получил ответ, он удовлетворен и вложит трубку. Это 78% всех обращений, которые закрываются сейчас консультациями. И второе направление – это уже инциденты, либо жалобы, где необходимо выехать на место, разобраться, либо посмотреть на ситуацию, выяснить причины и так далее. Это уже оставшиеся вопросы. 22% всех обращений. То есть, с начала года этого мы уже приняли 1,2 млн обращений. А в прошлом году – 1,1 млн обращений. То есть, количество, в принципе, растет. А, кстати, о чем это говорит? О том, что растет доверие к вашей службе или о том, что у людей все больше и больше нерешенных вопросов? Я думаю, что это, во-первых, больше узнаваемость. То есть, люди уже знают, куда обращаться, что можно здесь получить ответ. Конечно же, доверие, что нас радует. Очень много благодарностей. В том числе, еженедельно мы получаем около 20-25 благодарностей. О работе всех коммунальных служб нашей ТОШа. И, конечно же, этот рейтинг системных вопросов, который мы сформировали, он нужен для того, чтобы именно выявлять корневые причины проблем и решать их, чтобы в будущем эти инциденты не повторялись. И сейчас из 48 проблем, которые были в ноябре прошлого года сформированы, 11 уже, в принципе, нашли свое решение. И мы верим, что мы до сих пор отслеживаем их, смотрим динамику, чтобы она не росла вверх. И, в принципе, сейчас это стабильно. Ну вот что уж там лукавить. Когда речь идет об общении людей, в данном случае и звонящий человек, и поднимающий трубку в колл-центы, оба люди, бывает всякое. В вашей практике, скажем так, какие-то казусные случаи были? Действительно, у нас каждый день казусные случаи. 5000 звонков – это минимум, который поступает к нам. Бывают разные звонящие. В основном, конечно же, это агрессивно настроенные жители. Но это не смешно, на самом деле. Ну, на самом деле, да, это не смешно. То есть у них проблема, и они эту проблему вымещают на бедном операторе, который не робот, а реальный человек, у которого тоже есть семья, есть дети, есть родители и так далее. И весь этот негатив они принимают на себя, весь этот удар негатива. С ними работает, конечно же, психолог. То есть все эти стрессы снимаются, стараемся максимально их приучить к стрессоустойчивости, но тем не менее это имеет место. Бывают и более такие казусные ситуации, это и когда звонят на Новый год, спрашивают, когда может прийти Дед Мороз и так далее. То есть на такие случаи, конечно же, наши… Это уже дети, наверное. Нет, это взрослые. Взрослые. Да, даже бабушка звонила, спрашивала, где живет Санта-Клаус. То есть такого характера, конечно, казусы приятны. То есть люди знают, что можно обратиться по любому вопросу не экстренного характера. Ну что ж, надеюсь, что таких вот приятных звонков в вашей работе все-таки будет больше, чем расстраивающих и агрессивных. Мне осталось только напомнить, что сегодня у меня в студии была руководитель городского центра «Айкумек-109» Жанат Дуберова. Огромное вам спасибо. Спасибо, Кажа. Итак, это был проект «Особое мнение». Увидимся в следующем выпуске на телеканале «Хабар-24». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова